Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас буквально за минутку-две мы пробежимся с вами по обновлению 9.5. Что разработчики написали об обновлении? Сейчас посмотрим. И честно говоря, меня не так заинтересовали визуальные изменения в игре, как технические изменения. Почему так? Дело в том, что многие машинки играются совсем уныло по состоянию на сегодняшний день. Я имею ввиду старичков, которые в игре уже давно, ну и соответственно их давно уже было необходимо немножечко откорректировать по отношению к современному рандому и по отношению к современной технике в боях. Итак, давайте будем идти все-таки по порядку. Видео смотреть не будем. То, что изменят ангар, ну как бы неудивительно. Новый год, как обычно, ставят елку, всякую дребедень. Мне, честно говоря, вот эти вот двое товарищей уныло нарисованные, ну, мешают в ангаре. Лучше бы оставили просто их на вот этом постере. Но это мое скромное мнение. Может, вы со мной не согласны, напишите. Просто Арни как-то вот как совсем неживой, просто как кукла какая-то корявая стоит. Хреново прорисованная, по моему скромному мнению. Ну и вот это вот Мила со сколиозом тоже немножечко смущает. Могли бы хотя бы ей спинку ровную сделать, для того, чтобы врачи, глядя на нее, если врачи играют, а я знаю, что некоторые врачи играют в World of Tanks Blizz, чтобы у них руки не чесались, ей на место позвонки вправить. Короче говоря, ребят, что касается вот этих вот визуальных обновлений, мне они как-то вот вообще никак. То же самое касается и подарок от бабушки, и вся остальная вот эта вот дребедень. Ну, тоже, короче говоря, знаете, на любителя, поэтому, ребят, есть да есть, слава богу. Ну, и не более того, не производит впечатлений абсолютно никакого. Что касается вот этих вот камуфляжиков. Да, камуфляжики вот этим гораздо прикольнее, с обвесами, с такими. Короче говоря, действительно жирдосно смотрятся танки. Но я реально боюсь себе представить, в какой ценник это все будет оценено разработчиками, и, соответственно, сколько это будет стоить. Потому что вот, допустим, тот же самый Кейлер в том легендарном, да, точнее, не легендарном, в эпическом камуфляже, в котором я его себе приобрел. Он, кстати, ребят, мне нравится гораздо больше, чем с вот этими вот фарами. Ну, опять-таки, на любителя. Здесь вроде бы, как бы, глаза на башне будут двигаться. Но когда в тебя стреляют издалека, навряд ли кто-то будет твои глазки красивые рассматривать. Поэтому, ребят, если бы это хотя бы было по какой-нибудь приемлемой цене, тогда окей и большое вам спасибо. Ну, а что же касается того ценников, который это оценит, я уверен, что за эти бабки можно будет купить какой-нибудь годный приемчик себе, особенно на новогоднем аукционе. Итак, ребят, с визуализацией вроде бы разобрались. Клановый интерфейс изменили. Все ради удобства, но пока непонятно, в чем будет удобство. В том, что будет вот так вот ветка нарисована. Ну, ладно, окей, хорошо. Спасибо вам большое. Но, честно говоря, и предыдущая вполне нормально игралась. Теперь вернемся все-таки к техническим изменениям. И, в частности, к балансным правкам. Что касается балансных правок. Т-95Е2. Бронирование лба башни за маской увеличено. Это очень хорошо, потому что машина вот в том исполнении техническом, в котором она была, я имею в виду и время перезарядки, и динамику машины. Хотя динамика машины, я так понимаю, не сильно будет чувствоваться. Но попробуем, попробуем, поиграем. Что же касается бронирования лба, чтобы можно было отыгрывать от башенки. Это очень, очень классно. Потому что, честно говоря, машинка очень тяжело игралась с теми техническими характеристиками, которые у нее были. Если бы еще немножко в бортах добавили, ну хотя бы в бортах башни, было бы вообще красота. Ну да ладно, бог с ним. Что касается Panzer 58, у меня данной машины нет, поэтому ничего говорить не буду. Но в любом случае, если время сведения уменьшили, то, наверное, в этом была проблема. И, скорее всего, эта проблема не будет решена, потому что там 4,5 и 4,1, как бы, ну, мне кажется, не такая уж большая разница. Я знаю, что в цифрах, если там за 4, то здесь хотя бы сделайте меньше 4, но это мое скромное мнение. Но, видите, таким образом, вот увеличивается еще и запас прочности машины самой. Ну, я не таким образом, вообще, в принципе, увеличивается. Это тоже очень хорошо для среднего танка, однозначно, да и тем более на 8-м левеле. Что касается проходных машин. Меня больше всего заинтересовали правки в отношении КВ-1. КВ-1, бедняга, он, ну, просто-таки, действительно, очень сильно морально устарел. И запас прочности ему увеличили довольно-таки существенно на 100 единиц. На 5-м левеле это действительно существенно. Толщина маски орудия в топовой башне увеличена со 110 до 130 миллиметров. Это тоже очень классно, потому что, наконец-то, на КВ-1 можно будет существенно более годно отыгрывать от башни за какими-то неровностями. Скорость поворота башни тоже увеличена, на чем тоже ставим очень-очень большой лайк, потому что, действительно, на КВ-шнике, на топовой башне следить за средними легкими танками в прицеле было сложновато. Башня не успевала доворачиваться за многими машинами современными в рандомных боях. Поэтому, ребяточки, здесь, действительно, вопросов нет. Единственное, что по КВ-1 не хватает, это не хватает бронирования не верхнего бронелиста, а вот этой вот планки, которая закрывает мехвода. То есть, получается, планка с вот этой вот щелью для обзора. Вот если бы в нее еще брони добавили, вообще была бы красота по КВ-шнику. Это что касается балансных правок. Ребят, обзор на КВ-1, который был до того, как войдут в силу изменения 9.5 обновления, пожалуйста, вот ссылочка, смотрите, ну и увидите, в чем разница, и в том числе напишите в комментариях, увидели ли вы эту разницу. Что касается Т95Е2, вот обзорчик на Т95Е2. Заходите, посмотрите, мне машинка абсолютно не зашла, вот прям совсем-совсем. Почему? Смотрите на обзоре, я думаю, вы поймете. Ну что, ребят, ждем тогда обнову 9.5, и будем смотреть, как это все будет выглядеть вживую. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.